Реинкарнация знаменитого в советское время общества знания получилась приметной во всех отношениях. Ведь участие в онлайн-марафоне принял Илон Маск. Генеральный директор Теслы и космической компании SpaceX, разумеется, начал с межпланетных тем. Цивилизации не растут продолжительно. Они поднимаются, достигают пика и затем падают. В какой-то момент мы окажемся в этой точке. Пока этого не произошло, мы должны сделать жизнь многопланетной. Впервые за 4,5 миллиарда лет есть возможность распространить жизнь за пределы планеты Земля. И мы должны использовать это окно, пока оно открыто. А дальше разговор перешел к делам земным. Отвечая на вопрос поклонника, Маск вдруг пообещал официально привезти Теслу в Россию. Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России. Тесла скоро будет в России. Это будет потрясающе. Шире того, так же и в Казахстане и соседних странах. И нам очень важно, что Теслу здесь поддерживают. Спасибо вам. По Каме с Теслами торгуют только серые дилеры, которые возят технику из Америки или Европы. В прошлом году им удалось продать 221 машину. Притом половину тиража составила модель 3. Следом эпатажный миллиардер сотворил еще одну сенсацию. Да, у нас есть фабрика в Шанхае. Также мы строим завод в Берлине. Работают заводы в Техасе, Неваде, Калифорнии. В то же время мы рассматриваем другие части мира. Потенциально и Россию. Впрочем, приход Теслы в Россию анонсировался еще в 2016 году. Но в реальности ничего не произошло. Тема производства еще сложнее. Электромобили Тесла делают там, где их лучше всего покупают. В Китае, США и Голландии. В 2020 году российский электромобильный рынок благодаря обнулению возных пошлин вырос в полтора раза. Но с 2022 года пошлины вернутся. А главное, отечественные требования по локализации никто не отменял. И любого вновь прибывшего производителя обяжут выпускать в России важнейшие узлы автомобиля. Тем не менее, виртуальные слова Илона Маска уже готовы с хлебом и солью встречать главы Удмуртии, Московской и Калужской областей. Которые пообещали американскому миллиардеру налоговые льготы, землю и инфраструктуру под строительство заводов. Поприветствовал идею и российский Минпромторг, который так и написал в Твиттере. Приезжайте, обсудим. А по мнению Рашида Аюпова, мэра казахского города Туркестан, Илону Маску просто не найти лучшего места для строительства, чем окрестности космодрома Байконур. Продолжение следует...